Микс Ньюз Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи и гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Итак, сегодняшний наш гость это Ольга Костенко, психолог Центра ресурсов для подростков. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Я, насколько понимаю, все-таки правительство у нас осознало важность, ну, к сожалению, печальная здесь есть статистика, что очень много случаев суицида в Латвии, если даже брать по Европе, там какие-то очень пугающие, нехорошие у нас какие-то позиции. И, наконец-то, финансовая поддержка Министерства благосостояния, ну, там 118 тысяч, по-моему, или 118 миллионов. Сейчас мы об этом поговорим. Были выделены деньги на создание программы специальной фонда детской больницы, которая вот начала программу Центра ресурсов для подростков. Вот насколько, как, по вашему мнению, эта тема, ну, действительно актуальна для Латвии? Насколько много к вам обращается подростков за помощью? Да, действительно, на сегодняшний день тема психического здоровья для подростков актуальна. И на сегодняшний день Центр ресурсов для подростков работает с двумя программами. Это одна программа, которая связана с разного рода зависимостями, такие, как, например, алкогольная зависимость, курение, зависимость от гаджетов. И вторая программа, которая недавно была как раз-таки открыта с октября месяца, это программа для подростков, у которых есть предрасположенность или риск депрессивных состояний или уже есть диагнозы от врачей депрессии. И на сегодняшний день это такой пилотный проект, с которым будем работать в сотрудничестве с Министерством благосостояния. А почему вот депрессия, по вашему мнению, появляется? Потому что, если честно, ну, всегда, ну, я понимаю, старшее поколение будет ворчать обязательно, что этим подросткам не хватает. То есть, кажется, одеты, обуты, ну, то есть, по сравнению там с жизнью наших предков, которые переживали и войны, и голод, и какие-то там исторические всевозможные перетрубации. Простите, в моем детстве там мультики показывали в «Спокойной ночи малыши» один раз. И вот была тетя Валя рассказывает передачу, которую все хотели очень посмотреть. И вот, в принципе, сейчас, когда ты думаешь, что у них есть возможность весь мир открыть, то есть, практически, почему возникает у подростков депрессия? Да, действительно, это сложный момент такой на сегодняшний день. И сам подростковый возраст один из непростых периодов в жизни человека, потому что это такой переходный возраст, в котором уже как будто бы детство заканчивается, но еще взрослость не наступилась. И как будто бы такие уже есть предпосылки к взрослой жизни, но наши функции мозга у подростков еще не развились до конца, чтобы осознавать какие-то действия свои и справляться со взрослыми уже предстоящими им событиями. Естественно, в такие моменты подростки могут сталкиваться с определенными переживаниями, определенными вопросами выбора, которые являются задачами подросткового возраста. Кто должен обратить внимание? То есть, сами подростки обращаются к вам или родители, которые обеспокоены их поведением? И что важнее и главнее, чтобы сам подросток, может быть, обратился в центр или все-таки кто-то за него это сделал шаг? Ситуации бывают разные. К нам обращаются и родители за помощью, и подростки сами. Для того, чтобы именно получать услугу в нашем центре, в центре ресурсов для подростков, подросток должен быть мотивирован посещать консультации психолога, что-то делать для того, чтобы справляться с трудностями, которые у него на сегодняшний момент существуют. Насколько это дорогое удовольствие? То есть, стоит ли это денег каких? На сегодняшний день это услуга для жителей Латвии бесплатна. Весь комплекс услуг, которые предлагает центр для подростков ресурсов, все бесплатно, если подросток участвует в программе. В смысле, что это значит, что он участвует в программе? То есть, он должен взять на себя обязательство закончить, пройти весь курс, который ему назначен? Да, желательно, конечно же, когда мы встречаемся на первую встречу, которая является как информативной встречей, мы знакомимся с родителями, мы знакомимся с подростком, смотрим, насколько центр может помочь в этом вопросе. Если да, то мы продолжаем сотрудничество, если нет, то мы предлагаем какие-то рекомендации и как дальше действовать. Я думаю, что вот сейчас мы подошли к самому важному вопросу, потому что, ну, действительно, как мотивировать самого подростка и мотивировать его родителей. Но прежде всего у нас, ну, я забыл объявить номера телефонов 6212-939-6213-939. Мы попросим надеть наушники. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста, ваш вопрос. Доброе утро. У меня в гости вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы работаете с подростками или есть возможность тоже родителям получать консультацию? Потому что от них тоже очень много зависит, насколько они позволяют своему подростку взрослеть. Спасибо, да. То есть, могут ли прийти на консультацию не подросток, а родители, например? Доброе утро. Спасибо за вопрос. Сначала родители приходят обычно на консультацию. Это желательно, чтобы мы посмотрели на ситуацию с разных сторон и со стороны, с призмы родительского взгляда и со стороны подростка. У нас также есть психолог для родителей, и при необходимости центр предоставляет такую услугу тоже для родителей. Конечно, соглашусь с нашим гостям. Очень важно, чтобы семья работала, участвовала, принимала участие в сложившейся ситуации, и тогда обычные результаты бывают намного лучше. Сразу у меня вопрос о языке. Может быть, какие-то такие вещи делегатные людям на родном языке проще высказать? Есть ли возможность получить консультацию на русском? Да, центр предлагает услуги также на латышском языке и на русском языке. То есть, у жителей есть, у подростков, у их родителей есть возможность получать помощь на родном языке, что является очень важным фактором именно в психологическом консультировании. И вот тот вопрос, который меня очень волнует. Дело в том, что, я думаю, для многих родителей, во-первых, для самих подростков это может быть какой-то психологический барьер. Насколько его там, если вдруг узнают в школе или кто-то еще, вот его сверстники, не засмеют ли его, что он, ну, условно говоря, такой вот маменькин сынок там побежал на кушетке распускать нюни вместо того, чтобы сам бороться? И второй момент, я понимаю, что это для родителей уже более важный. Если подросток, ну, вот у него есть какие-то там, не знаю, склонность к суициду или какие-то алкогольная зависимость, наркотическая зависимость, не появится ли это в записях где-то его личных данных? И затем уже, ну, когда он вступает во взрослую жизнь, может быть, где-то при приеме на работу или что-то еще, вдруг может всплыть эта информация, что у него было нестабильное поведение, у него была тяга к алкоголю или к наркотикам, и это он в результате может не получить какую-то хорошую престижную работу или, ну, поступить куда-нибудь. Отвечаю, значит, на Ваш первый вопрос. С нашей точки зрения, с наблюдения и наоборот, на сегодняшний день подростки сами как раз-таки есть уже тенденция увеличиваться, обращаются за помощью к психологу, благодаря тому, что много информации в СМИ появляется и действительно есть положительные результаты. То есть это вот есть такой момент, что типа идем сегодня к Маше, там потусим, нет, я сегодня записан к психологу, там типа у меня важность. То есть это воспринимается, ну, даже нормально, да? Да, на сегодняшний день это уже нормальным считается, это то же самое, как человек идет к врачу, когда у него заболит горло или у него болит голова или желудок или еще какие-то другие моменты. Со здоровьем тоже самое могут быть разного рода эмоциональные вопросы и душевные вопросы, которые тоже требуют особого внимания. И как раз-таки на сегодняшний день тенденция о том, что даже некоторые подростки гордятся тем, что у них есть такой, скажем, наставник, авторитетный, личный психолог, да. И поэтому как раз-таки больше приоритет на то, что они наоборот гордятся этим. Ну и вот вторая часть вопроса, может быть, обеспокоенность родителей, что с этим? Да, на сегодняшний день Центр ресурсов для подростков предоставляет психологические консультации. Эта информация конфиденциальная является и которая остается в рамках Центра. И если какие-то уже ситуации складываются там, где будут задействованы медицинские органы, тогда уже там другие условия появляются и там уже более другие моменты. Наша информация, которая получается в рамках Центра, она является конфиденциальной и не появляется нигде. Только по запросам определенных госструктур. Я напомню, наверное, нашим слушателям, что можно обращаться за помощью по телефону 29 16 47 47. Есть электронная почта info at pusoutzim.lv. И физически находится Центр на улице Чака, да, на 83-85. А еще я вот читал о том, что консультации можно получать даже и по скайпу. Это тоже практикуется? Да, сейчас есть определенные запросы из разных регионов Латвии. На сегодняшний день именно Центры у нас есть в Риге и в Лепе. В перспективе еще планируется открыть Центры. Да, первичную консультацию есть. Такая возможность получить по скайпу. В дальнейшем уже на месте договариваются о возможностях сотрудничества. В зависимости от компьютера. В принципе, многие, я не знаю, родители бьют тревогу. И вот всегда это какой-то очень такой сложный вопрос, потому что невозможно понять. Может быть, ребенок, там, второй, я не знаю, там, Билл Гейтс или там Стив Джобс, может быть, отбирать у него гаджет, это лишить его возможности себя реализовать. Или это все-таки вот какая-то все-таки уже болезненная маня. Вот как понять? Я понимаю, что это вот для родителей очень большая такая болезненная тема. Это на сегодняшний день можно сказать, что важно наблюдать за своим ребенком, за подростком. Важно наблюдать, насколько меняется его образ жизни. Как бы, если ребенок начинает пропускать школу, если ребенка нарушается сон, нарушается аппетит, если у подросток становится более закрытым, если появляются разного рода эмоциональные всплески и проблемы, то тогда стоит обратиться за помощью к специалистам. Второй момент, что важно интересоваться, что именно ребенок делает в компьютере. Важно разговаривать с ребенком о том, что именно там, может быть, он получает, какую пользу получает от того, что он проводит время в компьютере. Естественно, невозможно убрать из сегодняшней жизни гаджеты и лишить ребенка общения с друзьями через социальные сети. Это очень важная составляющая подросткового возраста. Третий момент – это, возможно, говорить о том, чтобы устанавливать какие-то лимиты времени и предлагать наполнять день какими-то другими событиями, событиями, кружками, совместным времяпрепровождением с семьей. Таким образом регулировать время, проведенное за компьютером. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Мы сегодня говорим о том, что в Риге и Лепе есть возможность обратиться в Центр ресурсов для подростков. Специально выделенная программа, которая создана была фондом детской больницы. И эта программа должна помочь подросткам. Выделены специально деньги. Как получить эту помощь, если вы хотите узнать об этом, звоните нам по телефону, задавайте вопросы. Сегодня у нас в студии психолог Ольга Костенко. И, насколько я понимаю, ведь эта программа сейчас получила деньги. И вроде бы Илза Винкеля тогда сказала, что очень она важна. Насколько вы видите в перспективе то, что это продолжится и не получится ли так, что начало положено, а затем скажут, что, к сожалению, финансирования больше нет. Насколько понимают ли при составлении бюджета именно эту часть, как тоже важную вложение в какое-то будущее страны? Да, на сегодняшний день этот проект является пилотным проектом. Мы присматриваемся, смотрим, что получается, с какими вызовами сталкиваемся, какой запрос от жителей на получение помощи. И в дальнейшем можно будет как-то тоже обращаться к статистике, к цифрам, к опыту, и тогда уже принимать какие-то решения и смотреть, насколько это является полезным для нашего общества. Сколько уже, если какая-то статистика подростков обращались к вам, сколько, если в таких вот абсолютных цифрах говорить? С момента открытия в среднем в районе 120 подростков получили помощь в Центре ресурсов для подростков, и на сегодняшний день продолжают получать тоже. Заявления, заявки на помощь довольно-таки активно поступают, и стараемся находить способы поддержать. А как долго должна эта программа предусматривать работу с подростком? То есть, насколько есть статистика о том, что сколько подростков, придя в первый раз на консультацию, продолжили уже, ну вот, я не знаю, это не хочется называть лечением, но, ну, как бы, эту помощь. В основном, если подростки приходят, то из моего опыта и опыта моих коллег, они в основном все остаются и ходят на консультации, посещают помощь, ходят на спортивные занятия, на посещение физиотерапевта. Нашего, нам, мы предлагаем еще специалиста по питанию, консультации, что очень важно в подростковом возрасте. И в среднем это 10 консультаций с психологом, плюс первая консультация с родителями, первая консультация с подростком, так скажем, консультация знакомства. И также несколько консультаций для диагностики, чтобы посмотреть ситуацию, картину, которую на сегодняшний день, и предложить план сотрудничества. Это выглядит так заманчиво, что я вот, ну, просто моделирую ситуацию. Предположим, семья, ну, которая, ну, сын не наркоман, не алкоголик, не собирается, там, не знаю, кончать жизнь самоубийством, прыгать с крыши, но тем не менее они бы хотели получить, ну, все-таки консультацию по правильному питанию, может быть, его пристроить на какие-то, им кажется, что, может быть, он там сутулится, там, ну, не знаю, там, можно ли, вот, ну, а бы, ну, вот, не критическим, не в критической ситуации, а вот, ну, обычной семье прийти, вот, посмотреть, а все ли в порядке с нашим ребенком. В качестве профилактики, так сказать. Да, на консультацию первую можно прийти, записаться всем жителям, родителям, подросткам Латвии, и затем посмотреть, что действительно, возможно, проявляется во время консультации, и посмотреть возможности сотрудничества, и тогда на консультации психолог может предложить какие-то другие способы, если это не входит в рамки нашей программы, центра программы. Бывают ситуации, когда приходят с одним запросом, а в итоге совсем там другое проявляется, и поэтому важно все-таки обращаться к специалистам и уже там совместно смотреть, что и как происходит. Но ведь бывает так, что проблема, она, ее причина, она кроется не в самом подростке, а, скажем, в родителях или в его окружении. Каким образом тогда центр может помочь, вот, особенно если, например, родители, работаете ли вы с ними, например? Да, действительно, соглашусь с вами, что окружающий мир и окружающая среда очень влияет на жизнь подростка и жизнь человека, и в нашем центре, да, мы предоставляем и группы поддержки для родителей, и лекции для родителей информационные, также психологическую помощь, консультирование для родителей. Возьмем критическую такую ситуацию, трудный подросток и более того, скажем, запущенная, ну вот семья, которая наоборот не оказывает, ну там, не знаю, пьющие родители, там, безработные. Вот в этой ситуации, когда родители, например, не заинтересованы, ну им наплевать на своего ребёнка, что тогда? В этой ситуации, конечно, важно то, что если подросток посещает консультации психолога, важно, что у него есть хоть один человек, хоть одна личность, которая может его поддержать, может его выслушать, дать ему то или иное внимание, и человек, с которым он может устанавливать доверительные отношения и получать этот опыт в жизни вообще. Поэтому стараться ещё находить другие, помимо, возможно, семейной среды, другие, скажем, кружки, возможно, секции, организации детские, где он может получать поддержку, где он может реализовывать свой потенциал. То есть получается, что вы поможете ему дальше, ну вот как-то, может быть, обратиться уже вне рамок, ну посоветуйте, какие есть ещё возможности для занятий, может быть, там, в кружках, которые не входят в ваш, да, я понимаю? Да, да, совершенно верно. Это можно посмотреть вместе с психологом, вместе со специалистами, возможности, которые можно предложить вне семьи, вне школы, вне нашего центра. В той брошюре, которую вы принесли, написано, что записать ребёнка, может сам подросток записаться, могут родители, может ещё специалист. Это имеется в виду учитель или психолог, или, в принципе, кто угодно. Если, например, у моих друзей я вижу, что какая-то проблема, то есть, в принципе, любой человек может записать какого-то подростка. Да, совершенно верно. И так и бывают такие случаи, что учителя звонят из школы, школьные психологи, из социальной службы, с запросами о помощи для подростков и, возможно, их семей. И здесь важно, чтобы подросток был мотивирован тоже прийти и получить помощь. – Насколько всё-таки ситуация – это нормальная или ненормальная для подростков, учитывая, что это такой сложный возраст, интерес к алкоголю, к сигаретам, к, может быть, каким-то вырискованным мероприятиям, ну что, вот просто не является ли это просто типичным, просто сопутствующим? – Подростковым поведением, да. – В подростковом возрасте действительно очень важно пробовать, что мне нравится, что мне не нравится, чтобы понять о себе свою идентичность, кто я есть в этом мире, что у меня получается, где моё место, к какой группе я принадлежу. И, естественно, пробуя какие-то вещи, подростки пытаются найти себя в этом мире, в этом обществе. Поэтому бывают такие ситуации, что и подростки пробуют алкоголь, и курят, и различные другие препараты. – То есть это, в принципе, нормально? – Это свойственно возрасту, скажем так, что-то новое осваивать, новые границы. Возможно, пробовать, скажем, делать вещи, которые свойственны взрослому возрасту. О том, чтобы как-то тоже утверждаться и показывать, что да, вот я тоже взрослый, я тоже теперь могу. Поэтому такие бывают моменты, что сталкиваются подростки с и курением, и употреблением алкоголя. – Насколько ваши ресурсы от вашего центра позволяют, ну какое максимальное количество подростков принимать, ну я имею в виду в каком-то, ну не единоразово, но вот вести параллельно какое количество подростков? То есть достигнут ли, ну уже сейчас… – Сколько у вас еще свободных мест, да, так сказать? – На сегодняшний день спрос действительно высокий, можно сказать, и учебный год начался, и активизировались, и школьники много, и на сегодняшний день ведется запись и на ноябрь месяц, и на конец октября. По ситуации бывают места освобождаются, бывают появляются, поэтому надо звонить и на месте смотреть ситуацию на сегодняшний день, здесь и сейчас, на текущий момент. – Ну вот мы видим, что какой-то действительно интерес к этой теме проявляется в обществе, даже вот вышел фильм «Елгава-94», то есть посвященный тоже трудным подросткам. там, кстати, была вот показана зависимость подростка от музыки, то есть он вдруг открывает для себя мир тяжелого рока, и можно сказать, вот слетает с катушек, и для него эта музыка становится причиной, почему он начинает пропускать школу, ему интересно вот ходить тусоваться с взрослыми ребятами на этих рок-концертах. Музыка, она насколько вот попадает тоже в эти вот зависимости, ну я имею в виду… – Ну или вообще какие-то увлечения такого рода, не опасные физически, как алкоголь и никотин, но которые могут действительно способствовать такому поведению негативному. – Здесь можно, наверное, сказать о том, что насколько какое-то увлечение влияет на образ жизни подростка, насколько она занимает там процентуально от его всей жизни, да, что если это подросток, школьник, который посещает школу, он внезапно начинает пропускать школу, он внезапно меняется, его образ жизни, то тогда, наверное, стоит родителям обратить внимание на это и присмотреться. Конечно, это здорово, что подросток находит увлечение, интересы, это не так просто в жизни человека сделать вообще. И здесь важен, наверное, баланс такой соблюдать о том, насколько это влияет на его жизнь, насколько социально он удаляется или слишком приближается. – Ну вот вы ранее говорили, что очень важно, чтобы у подростка была внутренняя мотивация приходить к вам, работать над собой. Каким образом вы достигаете этого? Потому что в подростковом возрасте ты всё-таки редко задумываешься о том, ну, как-то анализируешь себя и задумываешься вообще о том, что будет дальше, живёшь моментом, вот как с этим вы работаете? – Да, действительно, подростки, бывает, сталкиваются уже от окружающей среды, да, скажем, переживают сами за какие-то конфликтные ситуации, за то, что они не могут вписаться в какой-то коллектив, за то, что у них сложности в семье, в семейной жизни, о том, что у них какие-то определённые недовольства своим телом, да, внешним видом. И как раз-таки иногда порой мы можем недооценивать способности подростков о том, что они замечают, не замечают, о том, что они, о чём они задумываются или не задумываются. И в таких случаях подростки приходят на консультацию к психологу, и уже вместе тогда, разбираясь в ситуации, проговаривая её разными способами, можно посмотреть и увидеть то, что происходит сейчас, и то, какой результат, возможно, хотел бы подросток получить. Вот, кстати, по поводу вписаться, не вписаться в коллектив, вот считается ли это действительно каким-то сигналом, если подросток не может найти друзей, вот он чувствует себя очень одиноким, и у него просто, вот скажем, отсутствуют какие-то навыки социального общения? Действительно, в подростковом возрасте очень важно принадлежать какой-то группе, и общаться с друзьями. Друзья выходят на первый план, родители как-то так уже свою роль, такую значимую уже выполнили, и остаются как базовый аспект в жизни подростка. Это люди, к которым можно обратиться в случаях трудных каких-то, да, действительно. И если подросток не чувствует себя как-то комфортно в обществе, в коллективе, в классе, среди друзей, это есть сигнал для того, чтобы обратить на это внимание. И порой сам подросток чувствует, что что-то идёт не так. Родители замечают, что в поведении происходят какие-то изменения. К тому же есть личностные особенности человека, есть люди, которым надо постоянно находиться среди людей, есть люди, которым достаточно определённое количество находиться среди людей. Поэтому это индивидуальный вопрос, и надо это рассматривать в контексте определённой ситуации. То есть может быть так, что родители беспокоятся, что их ребёнок не находится ни в каком коллективе, а ему это, в принципе, не нужно? Да, совершенно верно. Разные могут быть обстоятельства в жизни, разные потребности. Важно, как ребёнок себя ощущает. Я напомню нашим слушателям Ольга Костенко, психолог Центра ресурсов для подростков нашей студии, и вот возможность ещё последние буквально минуты дозвониться, задать ваши вопросы 67212-9399, 67213-9399. Я хочу ещё один номер телефона уже самого Центра назвать 2916-4747, 2916-4747. И напомню ещё, что сам Центр ресурсов для подростков физически находится на ЧАКО 8385, поскольку раньше, я понимаю, это был всего лишь кабинет в больнице, и сейчас вот наконец-то он получил уже большее помещение, большее возможности. Насколько вы ощутили вот после этого, ну, я не знаю, приток увеличился, возможности обслуживания большего количества людей? Да, действительно, новые помещения дают новые возможности, и появляется возможность взять больше клиентов, потому что времени для приёма тоже больше, поэтому это действительно хороший знак, что мы можем больше помогать подросткам, больше можем принять, больше консультаций дать, и это действительно важно. Возможности, я понимаю, что и спортивных каких-то занятий, ну, в группе тоже есть какой-то зал, да, для этого специальный? Да, Центр по необходимости предоставляет возможность подросткам посещать спортивные занятия, и в том числе физиотерапевта по необходимости. Опять-таки, это насколько все эти услуги платные, физиотерапевт, если это по назначению? Это бесплатно, это во время диагностического процесса, когда мы встречаемся с подростком для выявления сегодняшней ситуации, картины, что больше всего беспокоит, какие самые актуальные вопросы на сегодняшний день, и совместно с родителями психолог предлагает план сотрудничества, что может улучшить состояние психоэмоционального подростка. А вообще, Вы замечаете, как меняется отношение к психотерапии в Латвии со стороны подростков, со стороны взрослых, потому что еще, скажем, лет 15 назад, если ты идешь к психотерапевту, значит, ты психобольной, а сейчас уже вроде как это приходит в норму, или все еще есть такое иногда отношение, особенно со стороны подростков? Да, соглашусь с Вами, что действительно за последние годы это становится нормой в нашем мире, и потихоньку больше и больше людей обращаются за помощью к психологу. Это действительно показывает, может быть, такие популярные, как тренинги личностного роста, марафоны различные, они тоже так немножечко подготавливают человека к тому, чтобы получить какую-то помощь, прийти к себе, разобраться в себе, добиваться лучшего результата. Возможно, у каждого свои запросы и потребности. Очень такая тревожная и драматичная тема суицида среди подростков. Насколько подростки, не пытаются ли они тем самым просто привлечь внимание, может быть, для многих это какая-то просто игра, они не понимают, вот понимают ли они последствия этого шага? Подростковый возраст, это возраст, когда еще формируются определенные умственные способности, когниции, так скажем, и подростковый возраст, это еще возраст, когда подростку сложно себя представить в будущем, сложно оценить последствия каких-то действий, и часто сталкиваешься в плане суицида о том, что порой подростки не понимают о том, что уже нет возможности вернуться в этот мир. И, как Вы сказали, одна из причин, почему суицидальные попытки есть, самоповреждающие поведение, это такое, как крика помощи о том, что я не справляюсь, и своего рода о том, что, возможно, силы иссякают справляться с ситуацией. И хорошо, когда это вовремя замечено, вовремя оказана помощь. Но при этом, даже если это крик о помощи, все равно, ну, насколько мне известно, я, к счастью, с этим никогда не сталкивался, но из-за того, что я вижу в сети, что даже этот крик о помощи, он не на показ, это не то, что ты ходишь с короткими рукавами и всем показываешь свои шрамы, наоборот, он скрывается и отговаривается, это я просто порезался и так далее. То есть это не значит, что если подросток хочет привлечить внимание, он сразу об этом всем говорит, наоборот. Да, разные бывают мотивы для тех или иных поведенческих аспектов подростков, и среди них это просто не всегда бывает привлечение внимания, так может быть, это так, эмоциональная регуляция, скажем, это как справляется с эмоциональными переживаниями. Это один тоже из факторов, почему подростки, так скажем, повреждают свое тело, наносят различные повреждения. Насколько Ваш центр интегрирован, ну, вот взаимодействуется с другими социальными службами, я имею в виду, вот психологов в школе, например, полиция, которая может там дать сигнал, что там подросток был задержан, там, не знаю, в компании, распивающем алкоголь, что ему бы стоило там обратиться к Вам, ну, то есть, вот какие-то такие вот взаимодействия. По необходимости мы сотрудничаем с социальными службами и другими органами Латвийской Республики, то, что в рамках законодательства. Может быть, тогда уже в завершении один такой последний вопрос. Если у Вас есть какой-то вот один совет, может быть, который Вы можете дать родителям подростков, какой-то такой, не знаю, общий, если существует, конечно, такой, что Вы можете сказать, если наслушают родителей подростков? Наверное, наблюдайте за своими детьми, обращайте на них внимание, спрашивайте, находите к ним подход. Если подросток не разговаривает, возможно, ему уже можно написать. Возможно, можно написать письмо, смс, в сумку записку положить о том, что я беспокоюсь, что с тобой происходит, как Твои дела, что у тебя нового в жизни. Важно, чтобы ребёнок чувствовал, что он есть в этой жизни, есть в этой семье. Проводить время с семьёй, проводить время с подростком, уважать его границы и личностное пространство. Я ещё раз напомню, телефон от центра, куда можно обратиться за помощью. Центр помощи по-русскому 2916 4747, чака 83 85, info at pusoutzim.lv. И поскольку центр работает в Риге и Лепа, и вот в других городах, в других регионах есть возможность также обратиться через скайп и получить, я так понимаю, первичную консультацию. Огромное спасибо говорим сегодня нашему гостю Ольге Костенко, психолог Центра ресурсов для подростков. С нами была этим утром. Спасибо. Спасибо. Спасибо.